Сделав все свои домашние дела, энтузиасты хорового пения собрались в библиотеке поселка Володарского на репетицию очередного концерта. Эти женщины вместе с руководителем Борисом Михайловичем Долотовым решили возродить народный хор, который был образован при фабрике имени Володарского еще в 20 веке, в начале 20-х годов. В каждой деревне, которая у нас существует, был свой небольшой хор. Молодежь собиралась, под гармошку пела, а потом они объединились без руководителя. Почему объединились? Одновременно с хором организовался струнный оркестр. У струнного оркестра был свой руководитель. И вот решили юноши и девушки организовать хор. В 50-е годы после войны хор уже насчитывал более 30 человек. Его участникам были сшиты концертные костюмы, девушкам белые платья. В 57-м году, в год проведения Международного фестиваля молодежи и студентов, они как невесты шли по улицам поселка. Вплоть до 90-х годов народный хор радовал жителей своими выступлениями. Затем коллектив распался, и теперь началось его возрождение. В 2013 году коллектив дал свой первый концерт. Сейчас у него уже солидный репертуар. Около 35 песен. Мы выступаем не только, так сказать, среди нашего населения поселка. Мы выступаем и в городе Видном, перед пенсионерами, перед ветеранами войны, труда. Участвуем в конкурсах. Но я вам хочу сказать, что это только начало. Потому что желательно и хотелось, чтобы было побольше. Ну что там, 11 человек, 12. Это, конечно, для хора это очень мало. Руководитель хора Борис Михайлович – композитор, лауреат всесоюзных конкурсов, творческая личность. Он увлекается фотографией, театром, поэзией. И, конечно же, он не мог пройти мимо стихов поэта Евгения Зубова. Так родилась песня «Одуванчики» – музыка руководителя хора. «Одуванчики, одуванчики, в ласточке каждое стоит. Одуванчики, одуванчики, сбудутся наши мечты». Возрожденный хор еще небольшой, но его уже знают и любят. К сожалению, нет у коллектива места для проведения репетиции. Пока его приютила библиотека. Нет и зала, где бы хор смог собирать слушателей. «Приглашаем, они говорят, а куда к вам приходить-то? Вот Дом искусств, там дети танцуют, родители придут, а бабушкам и сесть негде. Вот таково у нас. И мы вот занимаемся, видите, в каких условиях, да? Ну, мы надеемся, что нам когда-нибудь что-нибудь будет. А петь мы будем». «У меня у самой, как говорится, душа поет. И я прихожу с этих репетиций, ну, еще неделю до следующей, как говорится, летаю. И поэтому нашлись такие единомышленники. Приходят люди, спрашивают, есть ли хор на Володарке. Не было хора. Мы обзвонили людей, и люди пришли, пришли на первую же репетицию и стали ходить. Некоторые уже приходили позже, но это как раз те люди, которые тоже поют, которые любят песню. И так хочется, чтобы вот не умерла наша именно русская песня. Ну, для этого мы и поем». Володарский хор «Русские напевы» в этом году стал участником областного конкурса «Наша Подмосковья». Желаем коллективу стать обладателем губернаторской премии. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова